Ну и к Токому Робиновичу разберемся прямо сейчас. Сергей Каплин к нам подъехал в студию. Человек, который не скрывает многие вещи, о которых другие предпочитают говорить завуалированно. Ну вот, достаточно прямо, честно и откровенно, всегда можно с вами поговорить. Сергей, так все-таки, а что же произошло, что же происходит на Закарпатье? Вот многие так завуалированно говорят там где-то интересы власти, интересы силовиков, а на самом деле? Ну, насправде, давайте я вам расскажу, что было, что будет, и чем сердце успокоится в всей ситуации. Перше, обратите внимание, как Министерство внутренних справ и чем Министерство внутренних справ снимало всю эту бедню, которая происходила на Закарпатте, біля будинка Ланьо, так? Высокоякісная техника, прекрасный кадр. Ну, вы телевизионники, вы же можете выразить, когда снимает дельничный на камеру или на телефон, и когда снимают специалисты. Ну, у вас будет эта картинка в эфире, потому что глядача вас почула, вы не увидите. Прекрасное кино. Columbia Pictures не представляет. Просто отдыхает. Просто отдыхает. Аваков взял прекрасное кино, взял потом это кино, показал по всему, по всему, по всему телевизору, по всему, без винятку телеканалах. Зиштовхнули правый сектор из Ланьо, лобами. Далее, рассказали, что одни бандиты, інший так само бандит. Потім загнали хлопців у лес. Я понимаю, что они их там зачистят. Живими они из того леса не выйдут, если они не втечут из того леса. Чтобы не было святки, и чтобы не рассказали, что происходит. А что на самом деле происходит? Все очень просто. Есть контрольно-пропускный пункт. Туда идут люди, машины, простые, обычные граждане, справедливо, где-то в подседине, где-то у руль, где-то ховают по блоку сигарет, зарабатывают какие-то деньги, что-то на молоко детям, вылечить от драку матерь, батька и так далее. Но есть целое поле, десятки километров кордону, так называемая зеленка, где масса контрольно-пропускных пунктов и где лишь два субъекти, которые контролируют весь этот процесс. Это прикордонники и это милиционеры. И лишь одна людина в целой стране, которая контролирует их обоих. Потому что все они, это частина вертикалей одного министерства. И это Министерство внутренних справ, и это Министр внутренних справ Арсен Аваков. И это, дорогие мои, миллиарди гривен, которые должны идти на пенсии, стипендии, на зарплаты. Если бы государство их взяла, не нужно было бы опилатковать податком пенсионеров, забирать у детей харчевание и так далее. И поэтому Министерство внутренних справ провело аферу Віку, операцию Віку, чтобы полностью монополизировать контроль над контрабасом. У меня есть большая надея, что кисткой в горле у Авакова станет Москаль. Что он действительно, как Саакашвили в Одессе, он на Закарпатті, возьмет и не дает дедновить эти потоки. Я вам скажу честно, если бы я был премьер-министром, и у меня был Москаль и Саакашвили, або десяток таких людей, мы бы за леченые недели навели порядок в стране. И забыли, что такое злидные, забыли, что такое коррупция. Выдавили бы всех коррупционеров, бандитов и политических мафиоз, которые сидят, в частности, в Министерстве внутренних справ. Посмотрите, эксперт каже, до 700 тысяч стволов только за год не дошли из зоны АТО. Где может выстрелить наступного дня, наступной минуты? Я хочу сказать, что это прямая ответственность профильного министра, министра внутренних справ. И я считаю, что сегодня Министерство внутренних справ должен заниматься на высоком фаховом уровне не монополизацией контрабанды в Закарпатской области, в Одессе, в Днепропетровске, в Харкове, не многомиллиардными оборудками, через которые крадутся нафтопродукты, кришуются великие бизнесы, отбираются бизнесы, а должен заниматься тем, чтобы убезопасить тех простых граждан, которые стоят в Закарпатии. Вот, смотрите, простые, конечно, в Мукачево граждане стоят, и они ждут в Министра защиту, потому что государство нужна не для того, чтобы майорировали желтоплакитный прапор и все, не для того, чтобы президент один раз на рік под ялинкой выступил и приветствовал, и мы шампанским чокнулись, и все. Держава нужна, чтобы та дитина, которая стоит там на площади, была защищена от бандитов, от контрабандистов и, главное, от коррупционеров. Сергей, вы, если про них уже говорили, давайте мое слово дадим площадке, второй площадке нашей программы, которая есть сегодня. С задоволением, случайно. Да, мы наладили связь с Мукачевым. Андрей, мы готовы вас услышать. Если есть вопросы к нашему гостю, то задавайте их, и я хотел бы, чтобы он с вами общался вот так вот напрямую, просто глядя друг другу в глаза. Да, Дим, ну вот появилась связь как раз во время сюжета моего коллеги Романа Бачкалы, о оружии, рынке черном, нелегальном. Ну, что можно сказать по Закарпаттию? Есть ли здесь много оружия? То есть можно ли сказать, что подобная история может повториться? Ну, у нас на Закарпатти, как известно, нелегальной оружии фактически немае, оскільки мы живем в зоне, где навколо нас не проходят никаких боевых действий, фактически завести и немае звідки. Но сейчас есть пример того, что вот так, как правый сектор завез нелегальную оружие с территории АТО сюда, в наш мирный регион. Мы это засудживаем, эти действия, и очень не хотим, чтобы это повторялось. Спасибо, Александр. И, Дим, если возможно, у нас есть еще одно мнение, вот хотят высказаться и лидеры общественных организаций. Я так понимаю, у вас есть противоположное от некоторых вот здесь людей мнение. А дело в том, что мне очень не нравится, что средства массовой информации, я к ним прежде всего хочу предъявить претензию, из нашего мирного города и мирного края делают какого-то бандитского монстра. Проблема Закарпатия единственная в том, что у нас здесь проходят четыре границы, Украина граничит с четырьмя странами, и четыре пятых территории нашей области занимают горы, где люди не имеют земли, не имеют работы. Им просто не на что жить. Вот это проблема. А то событие, которое произошло у нас в Мукачево, оно может произойти, к великому сожалению, в любом городе Украины. Потому что это проблема общегосударственного масштаба. И не надо это все сосредотачивать на Закарпатии. Это можно считать и вопросом... Вы меня услышите тоже. Мы не пытаемся здесь никого обвинить, но вы видите и нашу программу, и то, как мы выстраиваем ее. Мы пытаемся услышать все мнения, пытаемся услышать всех. Как вы комментируете? И вот вас там люди слышат. Если вам есть что сказать тем, кто живет сейчас в Мукачево, скажите им просто например. Я разделяю точку зору женки, яка только что говорила. 100% Мукачево и Закарпаття в целом это прекрасный край, где живет 99% простых, обычных граждан. И я считаю, что наше главное завдание добиться такого уровня социально-экономического развития и запропоновать Закарпатию такий экономический порядок денный. Чтобы люди не были замужены перетинать незаконный кордон, рисковать свою свободу и жизнь, чтобы прогодовать дитину. Они не бандиты, они просто хотят прогодовать дитину. Они хотят, чтобы дитина была одежда, вылечена, чтобы она у чем-то пошла в школу, потому что я встречался вчера с выборцами. И я вам хочу сказать, что люди мне говорят, что мы не знаем, на что вытрачать деньги, которые у нас будут, возможно, в конце серпня. Дитине на школьную форму и подручники, или платить за тарифы. Сергей, вынужден господиновать о тарифах. Как раз мы будем говорить в начале следующего часа с Юлией Тимошенко, с ней же поговорим и о валютных кредитах, о законе, который сейчас пока что, его судьба не определена. Все это будет ровно через 9 минут. Спасибо вам и спасибо тем, кто присоединился к нам из Мукачева.